Друзья, всем привет! Я получаю от вас на свои видео очень разные отклики, начиная от полной поддержки и благодарности за то, что я делаю, заканчивая оскорблениями. Вот несколько дней назад мне пришло письмо в очередной раз с оскорблениями. Мне конкретно было сказано, что я путинский, какое-то там обидное слово применил, я сейчас его даже просто не помню. И вот это видео – ответ всем тем, кто так считает, всем тем, кто не поддерживает то, что сейчас делает наше государство и конкретно Путин. Мое отношение к Путину со временем меняется. У меня к нему было очень много вопросов. Они постепенно копились года с 2014-го. Если до этого я особо глубоко не задумывался, что же им движет, что происходит. Вот в 2014 году у нас операция в Крыму произошла, рейтинг Путина поднялся, потом он начал опять спускаться. И вот по сегодняшним оценкам более 80% поддерживает то, что делает Путин. Я свою блогерскую деятельность начал достаточно недавно, года три назад. Но я, дорогие друзья, с вами стараюсь быть честным во всем. И что касается моего отношения к Путину, как я уже сказал, у меня были вопросы к нему, их было очень много. И части из этих вопросов я озвучивал, я критиковал Путина. Все эти ролики есть у меня на канале, вы их можете посмотреть. Но с момента начала спецоперации практически все вопросы, которые у меня были к Путину, они отпали. Ситуация разрешилась, так сказать, сама собой. Мне стала понятна логика практически всего, что он делал все это время, находясь у власти. Я вот рекомендую вам просто задаться таким вопросом. Почему все, что он говорил за время своего президентства, ну, фразы, которые стали крылатыми, все это сейчас сбылось практически слово в слово. То есть просто так, ну, касаемо каких-то знаковых вещей, он ничего не говорил. Я думаю, вы помните, да, замучаетесь пыль глотать. Это касаемо наших олигархов, которые отказывались принимать участие в диафшеризации. И сейчас у них все поотбирали по всему миру. Они действительно глотают пыль от своих состояний. Вспомните его мюнхенскую речь. Вспомните все то, что он говорил и делал по поводу импортозамещения. Сейчас наступил момент истины. Еще одно его крылатое выражение. Если драка неизбежна, бей первым. Вот что, как мы видим, сейчас и происходит на Украине. Все больше и больше сведений поступает о том, что планировалась операция НАТО, нападение на Россию именно через Украину. Просто вы можете сами проанализировать. В интернете выберите его крылатые фразы и посмотрите, что по пунктикам уже сбылось. И тут я хочу обратить ваше внимание еще на одну фразу, когда он сказал, что для чего-то американцы собирают биоматериал именно россиян. И если все те крылатые выражения, которые я, например, упомянул, они уже сбылись, то по поводу сбора биоматериала у россиян, какие вообще выводы и последствия от этого, мы еще конкретных результатов не увидели. И это, как я полагаю, нас ожидает в самом ближайшем будущем. На этом мы с вами остановимся несколько подробнее. Я вам зачитаю серию постов с телеграм-канала Хранители и Вершители. Вопрос от подписчиков. О чем говорит Билл Гэ, этот парень, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. У меня с ним с десяток, наверное, роликов снесли просто с Ютуба, поэтому будем осторожны и аккуратны. Так вот, о чем говорит этот парень нового дурдома, какая-то габбальная команда «Джерм» по борьбе с пандемией? Он озвучил то, чем занимается Пентагон и НАТО. Следующая война будет с применением биологического оружия. Так, предупреждает заранее, что они готовы. И вы приготовьтесь. Пояснение. Немного промедления весь Крым, Донбасс и Россия превратилась бы в большой лазарет, из которого живыми многие не вернулись. Вам крупно повезло. Пока. На заметку. Все тайное станет явным. Просто наберитесь терпения. Вы еще много чего не знаете. Если появились сомнения в наших словах, почитайте сами, что вас ожидало. И здесь обложка книги Джорджа Веба «Мировая война Дарпа». По-русски, если читать. Пояснение. Тревожный звоночек для России прозвучал, когда СВР России доложил руководству страны о том, что Западом собираются биологические материалы россиян, жителей Донбасса и Крыма. Вспомните, около года назад об этом на ТВ говорили в России работники спецслужб. Ну и сам Путин об этом говорил. На заметку. На биолабораториях НАТО в Украине создавали этническое биологическое оружие. Также здесь скриншот со страницы в Facebook Джорджа Веба. Если знаете немного английский язык, то можете убедиться, чем они занимаются на Украине. В скобочках лаборатории. И по всему миру. Ох, как же России повезло. Пояснение. Этот журналист-исследователь говорит и не стесняется обо всем прямым текстом. И доказательствами и про Украину, и НАТО, лаборатории, и биологическую атаку на Крым и Россию, которые они планировали. Кто замешан, куда идут деньги, про Зеленского, Коломойского, Байдена, Обаму и так далее. Кто есть, обращаюсь, переводчики. Я подписан на пару каналов, которые переводят англоязычные тексты. Вот я вам рекомендую, пожалуйста. Переведите несколько каких-нибудь выступлений этого человека. Я на своем канале об этом расскажу подробно. Ну вот, в частности, выдержка из его интервью. Украина станет полем битвы совершенно другого нового вида войны. В скобочках биологическая война. Очень скоро. Когда пойдет Азовсталь, в Мариуполе все тайное станет явным. Еще один пост. Главный эксперт США по биологическим вооружениям подтверждает, что Пентагон разрабатывал биооружие на территории Украины в одной из лабораторий в Одессе точно. Всех граждан США или других стран, замешанных в биовооружениях, ждет пожизненное заключение. Пентагон – это неблаготворительное общество. Все, что делает Пентагон, делается для убийства. Ну, действительно, простая логика. То есть, если биологическая лаборатория находится под началом военных, чем она может заниматься? Ну, явно не тем, чтобы повышать качество продукции пищевой, чтобы повышать урожайность там и так далее. Военные действуют в своих интересах. А все, что касается биолабораторий, явным образом связано, конечно же, с биологическим оружием. Еще одно крылатое выражение Путина, когда он сказал, что зачем нам нужен этот мир без России. Почему он так сказал? Потому, опять же, что он знает гораздо больше, чем мы, простые смертные. Как мы предполагаем, сказано это было по той причине, что именно уничтожение России, уничтожение русских – это то, к чему стремится Запад. Притом, мы им не нужны никак. Что происходит с олигархами, вы знаете. Ну, и мы им даже в качестве рабов не нужны, потому что есть цивилизационное противостояние. Об этом, кстати, сказал недавно Патрушев, что началась, идет цивилизационная война. И по поводу отношения западной цивилизации к цивилизации российской, которая практически равнозначна цивилизацией европейской. То есть, как есть у европейцев, своя музыка, своя культура, свои писатели, свои поэты. Точно так же они есть и в России. То есть, мы отдельная европейская, русскоязычная только, но тоже цивилизация. И об отношении западной цивилизации очень точно мы можем сделать вывод, прочитав пост Марины Юденич, который она опубликовала пару дней назад. Слушайте внимательно. Сеть помнит все. Нашла свой заброшенный канал на Рутюбе. А там 7 лет и 1 месяц назад. Боб Скейлс, военный аналитик Fox News. На Украине уже все решено 7 лет назад. Единственный способ, с помощью которого США могут отказать какое-то влияние в регионе и переломить ход ситуации, начать убивать россиян. Убивать столько россиян, что даже путинские СМИ не смогут скрыть того факта, что те возвращаются на родину в мешках для трупов. Однако, учитывая уровень поддержки, который мы оказываем украинцам, и возможность самих украинцев организовать контратаку против 12 тысяч российских солдат, окопавшихся на их территории, к сожалению, маловероятно, что это произойдет. Два почтенных джентльмена искренне посмеялись. Мы пока не готовы, Лу. Но это было поправимо. Джентльмены начали наращивать уровень поддержки, готовить украинцев, которые сами бы не рискнули и не потянули. За 7 лет, 1 месяц у них неплохо получилось. Ну, расскажите мне теперь, что мы начали операцию без крайних на то обстоятельств. То есть, вот вам пример отношения к россиянам от американского военного аналитика. Теперь из беседы с нашим источником я приведу несколько цитат. Для Всевышнего Россия – это его оплот на земле. Если бы Путин не начал спецоперацию, Всевышний сделал бы это другим образом. Ну, например, как это было в 1941 году. Военные действия начали вести на территории СССР. И практически там за пару месяцев они уже дошли до Москвы. Вот примерно такой же сценарий и был расписан. А начало вот этой спецоперации как раз и сломало тот сценарий, о котором говорил Боб Скилс, военный аналитик Fox News. В общем, могло произойти что-то угодно. Может быть, тектоническое какое-то оружие применили. Или еще что-либо произошло. Но явно было ясно, я думаю, наши разведслужбы прекрасно понимали, что нападение на Россию через Украину неизбежно. Дело в том, что Россия должна опять подняться. И как это было, в принципе, всегда после каких-то военных действий. Вторая мировая война, Первая мировая война. Всегда после таких событий Россия становилась больше, становилась сильнее. Что нас ожидает и сейчас. Итак, Одесса, Николаев, Мариуполь. Это что касается Украины. И все приграничные регионы России могли, по информации нашего источника, подвергнуться биологической атаке. Это самое удобное оружие. То есть у вас сохраняется вся инфраструктура, у вас не расходуются боеприпасы, не уничтожается техника никакая, а идет точечно, конкретно удар по живой силе противника. То есть никого нет, а город стоит, пожалуйста, заходите, пользуйтесь. И именно это, как мы сейчас понимаем, возможно, была главная цель функционирования всех этих биолабораторий на Украине, но не только на Украине, по всему миру. То есть западная цивилизация, которая считает себя самой лучшей, самой главной на Земле, планировала и планирует уничтожение цивилизации российской. И то, что сейчас делает Путин, это то, что он заботится о нас и о наших детях. Об этом ни он, ни Шойгу, например, не говорят. Берегут, возможно, наше сознание от тех шокирующих сведений, которые мы можем получить. И это ему, как КГБшнику, сделать нетрудно, не случайно. Все эти годы многое хранилось в тайне. То есть вот эти вот крылатые фразы, которые он отпускает, да, это только верхушка айсберга. А все, что у него есть в голове, в его памяти, в его сознании, это выносить на общее просто опасно. Ну, могу сказать, что я бы не знаю, как себя повел, обладая такого рода информацией. Это нужно иметь, конечно же, склад ума какой-то, ну, наверное, демонический. Не зря шаман Александр Габышев обозначил, кстати говоря, как он сказал, что Путин – это демон. Но это очень похоже на то, что соответствует действительности, поскольку только, на мой, конечно, взгляд, демон мог это все планировать и совершить таким образом, как это сейчас происходит. Дело только в том, что демон этот сейчас работает на нас, на Россию и работает на будущее наших с вами детей. А так как я тоже думаю о нас, о России и о будущем наших детей, то, конечно же, я полностью поддержу все, что делает сейчас Путин. Поскольку, если даже сравнивать Путина с демоном, то те, кто нам противостоит – это открытые сатанисты. Мы говорили, кстати, об этом недавно с Вадимом Шигаловым. Ролик вышел 4 мая, по-моему, можете посмотреть. То есть там мы перечисляем конкретные факты участия сатанистов в том противостоянии, которое сейчас идет у нас с Западом. Сатанисты, они откровенным образом поддерживают Украину, НАТО, страны Запада. Мое отношение к сатанистам, я думаю, вы знаете. И если опять возвращаемся мы к биологическому оружию, и этническому, не питайте иллюзией, озвучивает наш источник приграничной области России и Украины. Если действительно весь биоматериал собран и разработано уже какое-то оружие на основании этого биоматериала, то пострадает весь русский этнос не только России и на Украине, но и по всему миру, неважно, Австралия, Америка или еще где угодно. В этом и сила, и мощь биологического оружия, оно уничтожает именно тот этнос, против которого оно настроено, против которого оно направлено. И если верны слова нашего источника, то вся замута, весь кипиш, который происходит вокруг Азов-Стали, что там находятся натовские генералы, что там есть какие-то доказательства, которые очень нужны как нашей стороне, так и тем, кто сейчас ведет челночные переговоры. Там к Путину без конца приезжают президенты Франции, Израиля, ООН, названивают ему там каждый день. То есть эта ситуация вокруг Азов-Стали очень сильно волнует западных лидеров. Ну, начали мы с Путина, и заканчивать будем тоже Путина. Просто еще раз задумайтесь, дорогие друзья, зачем Путину это все надо? Ему уже 70 лет почти, да? Последние 20 лет он жил, имея все, практически он царствовал на территории Российской Федерации. То есть у него есть все, что ему нужно. Его дети обеспечены. То есть стремлений-то никаких уже нет. Для себя он пожил достаточно. То, что он сейчас делает, это он делает, по моему глубокому убеждению, для страны, для нас, для наших детей. И полагаю, что те факты, которые откроются после завершения спецоперации, я не знаю, конечно, сколько она продлится, это будет что-то подобное тому, как в 45-м году, когда мы начали озвучивать, ну, Советский Союз я имею в виду, озвучивать ту информацию, которая была получена про концлагеря, про расстрелы советских военнопленных, про бесчинство нацистских войск у нас на территории Российской Федерации. И даже сами же немцы были крайне удивлены. Они говорили, мы этого не знали, мы были обмануты. Вот примерно в таком же мороке, в таком же очаровании сейчас находятся и украинцы. Я просто смотрю их интервью, как они общаются в интернете. Простые украинцы. Они пребывают действительно в мороке, которые организовывают им сатанисты всех мастей с Запада, начиная от приехавшего наемника с какой-нибудь нацистской символикой и заканчивая целыми полковниками и генералами-сатанистами, которые, предположительно, участвуют в этой операции с Запада на Украине. По окончании этой спецоперации, я думаю, очень много поменяется. Не только в мире, но и в сознании всех нас. Вот такой вот информацией, такими своими мыслями, я хотел с вами поделиться в этом видео. На этом у меня пока все. Спасибо за просмотр. Всем пока.